Послушать рэпера Оксимирона и поддержать Украину. Эти молодые люди приехали в Берлин со всей Германии, а также из Польши, Чехии и даже Эстонии. 6 апреля здесь состоялся заключительный концерт тура Оксимирона «Россияне против войны». Задолго до начала концерта очередь перед берлинским клубом с говорящим названием «Новый мир Хаксли» растянулась на целый квартал. Среди пришедших — украинцы, которые сами недавно бежали из страны, а также те, кто давно живет в Европе — россияне, белорусы. Их объединило желание высказаться против этой войны. Я очень рада, что известные люди из России пытаются высказывать свое мнение, свое несогласие, и вот таким образом еще и собирают деньги для беженцев. Я считаю, что это просто очень важное дело. У меня много русских друзей, и мне очень обидно видеть то, как многие люди не понимают того, что происходит. Это очень просто больно. У меня нет ненависти ничего. У меня просто вот боль. Особенно на фоне социологических опросов, которые сейчас проводят, и независимые-зависимые СМИ, которые показывают, что большинство россиян поддерживают Путина, нужно показать, что все-таки есть остатки тех, кто против, кто поддерживает украинцев, кто не хотел и, скорее всего, делал все для того, чтобы этого не случилось. Фанаты очень ждали песен из нового альбома Оксимирона «Красота и уродство». В нем фиксация новой российской реальности до войны и на агенты, аресты, запрещенные организации. Каждый трек – это что-то очень особенное, что-то очень-очень глубокое и очень трогающее. И особенно в свете сегодняшних событий – это как документация того, почему все, что сейчас происходит, произошло, какие были причины для развития этого сценария. Альбом Оксимирона вышел в декабре прошлого года. На март были запланированы концерты в Москве и Петербурге. Но после вторжения России в Украину рэпер их отменил. А спустя две недели объявил о серии благотворительных концертов за границей. Стамбул, Лондон, а теперь Берлин. Концерт Оксимирона под названием «Россияне против войны» сейчас невозможно провести в России. Но билеты на концерт известного рэпера за границей расходятся в считные часы. На мероприятие в Берлине было продано 1700 билетов. К восьми часам вечера в клубе было уже не протолкнуться. В начале месяца в Германии как раз отменили большинство антиковидных ограничений. Вместо разогрева — митинг. В зале выкрикивают антивоенные речевки и машут украинскими флагами. В Берлин сегодня приехали и те, кто уже успел побывать на других концертах тура. В Стамбуле было более лампово. Там было где-то 500-600 человек, был маленький клуб. Это оказалось, как будто все такие родные, все как у себя дома. Здесь такая большая площадка. Но надеюсь, что будет больший масштаб и будет больше пожертвований. То есть самое главное, ради чего мы здесь, — это пожертвования украинским беженцам. Это ложь пусть на огромной глубине, но правда есть. О главной цели концерта — сборе пожертвований — не раз за вечер напоминал и сам Оксимирон. Между песнями из нового альбома и старыми треками музыкант говорил о чувстве стыда и ответственности и призывал делать все возможное, чтобы помочь. После кадров, которые мы увидели 3-го числа, я думаю, вы понимаете, о чем я, о каких кадрах, очень в целом сложно представить себе, что украинцы и русские когда-нибудь снова будут, могут стать друзьями. Но по этому поводу я хочу сказать две вещи. Во-первых, сегодня в зале 100% много украинцев и много русских. И второе — мы находимся в Берлине. Давайте представим себе, что в 1941 году кто-нибудь мог себе представить, что на сцене будет стоять человек из России еврейского происхождения, читать афро-американскую музыку, в том числе с альбома «Вечный жид». Я говорю это к тому, что я понимаю, что в том числе мне сейчас это представить сложно, но глядя на вас, я понимаю, что через что бы нашим странам не пришлось пройти, однажды это станет возможным. Я верю это. Спасибо огромное, что вы здесь. В ходе тура «Russians Against the War» Оксимирон уже собрал 125 тысяч долларов. Музыкант сказал, что продолжит собирать средства и дальше. Только любовь и нет войне. Написал он в своем твиттере после концерта в Берлине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...